Зурный, кто там у нас еще остался? Давайте сюда. Здравствуй, тусуете. Здравствуйте. Хорош, гусь. Так, протокол задержания. Нецензурная брань, понятно. Бегал в одних трусах по парку, ловил лебедей. Оказалось сопротивление. Садитесь. Спасибо, я успею. Сядя сказал. Так, объяснительная записка. Я себя плохо чувствовал после вчерашнего трудового подправить здоровье. Могу просто написать с утра на локал. Ее мама с утра себя после вчерашнего чувствовала. Все, понял я, молчи. Мама ее оскорбила меня нецензурными словами. Да. Как она тебя оскорбила? Как? Не смейте пить, Николай. А я говорю, я так медленно говорю, я говорю, храбай отсюда, гиглят старая. А она, как говорю, Тася, Тася, ё-о-о-о. Тася это кто? Да щерь я, а моя супружница, она ж многостановщица на фабрике и пошива женского рабочей одежды. Ими нижнего белья розы люкса будет. Так, ладно, все, все, хватит. Так, Тася, красава. Она ж многостановщица на фабрике. Хватит о фабрике. Ты лучше расскажи, кто тебе нанес такой вот макияж. Кто, кто? Дед Пихтов. Тася. Прям с порога, без перну прежения, отскалка. Пуш, буберангом. Хэм. С криком. Ты мою маму назвал гиглят старой приток. А я говорю, а что мне ее? Лаймой Вайкулей называть? Все, ладно, помолчи. Так. Ах ты пьянь чердачная. Эбах. Хватает со стола полбутылки драгоценной влаги и выливает в раковину. Точно. Ну подумай, ну служи. Вы елки-палки вечер. Я смотрю телевизор, футбольный матка. Играют Спартак и мои динамовцы. Наши ведут. Ну мне обидно стало. Я как шмарганул. И сорвал-то ее духи. Шинель номер пять. Как хрепнула по. Стася моя. Одним глазом вижу расстроилась. Да не то слово. Я подумал, сейчас уроет. Кранты. Духи-то небось тысячу стоят. Да. Но спас кот. Что еще за кот? Кот соседский, тварь редко. Вот в марте он весь дом не спит. Давай, значит, слизывать этот антикалон с пола. Может быть, думал, что это ворлянка. Наклюкался. И справил свои надобности. Наш сервант. Между прочим, корецкой березы. Стоимость 2427 рублей 17 копеек в разручку на 4 года. Так, засохни, все. Поцелил в кота целилоидом с гантелем вовнутри. 4 килограмма. Он как завоет, то заплачет, как дитя. Бит, грязнежная трутя. Слышь, ты стихоплер засохнет. Ну-ну-ну, ну-ну, ну не спать. Тут прогулки возродясь, говори, царица князь. Какой князь? А? А? А где? Какой князь, я тебя спрашиваю? Что ты мелешь? А, где ж мой Никонор Никонорыч? Я его называю макарон-макарон. Очень хороший человек, но живет долго. Так, возвратясь к собачкой Мэри. Да. Беленькая такая, лапки черные, глаза бусинки. Ну челюсти как у аллигатора. Вчера играющаясь, отпустила ножку от табуретки. Одним словом, сука редкой пороги. Так, выбирай выражение. Извините, падла редкой пороги. Дальше. Также, этот паршивец-мурщик погнался за нашей Мэри, ну, как бы намекая на любовь. Прошу, подсягательство кота на соите внеси в протокол. Ты что, идиот вообще? Идиот совсем. Как я внесу протокол допроса шашни твоего кота и собаки? Да не, 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 наша, только Мэри. А тот горгонит, сволочь, кто-то не верит. В марте весь дом не спит и в апреле. Так, подожди. Так, ты внух, хватит об этой парочке. Драка, с чего началась? Слушай, там же все написано в подробностях. Читай ее между строк, капитан. Так, Тася моя. Я же не говорил вам. Ёлки. Она же многостаночная. Поговорил ты уже сколько раз, перестань. Тася моя снимает с мэри развратного мурчика за... За... За что? За холку. Сколько почерк у тебя будет? И выбрасывает его через окно. Жаль, мы на первом этаже живем. Она так... Дальше что? Дальше. Значит, это медуза. Это... Это признак оперы. Врывается и со скриком, убивают! Спасите! И вцепилась в моей тассе в прическу с бигудями. Ёлки. А моя штатия есть? Она же многоосторожница на фабрике. Ведь пошива женская. СМЕХАЕТСЯ Ёлки. Ёлки. Как у них... А это... Эр! А это только... Бум-м-м-м! За ногу! А это задута! А это гладь так пастьом! Расрывается! Вот так! А ты что? А? А ты что? А я не вмешиваю. СМЕХАЕТСЯ Думаю, посмотрю, что дальше будет. То есть, чем закончатся эти бои без правил. Как говорится, двое в драку, третье. Я прям, как вы думаете? Что я думаю, я тебе потом расскажу. Дальше что было? А дальше все. Финитая комедия. Пойди к лирозу и летники зажали. Слышь ты! Я сейчас из тебя, Лютика, сделаю. Дальше что было? Дальше. Дальше. Кто тебя так отделал? Это грустная история. И мне бы не хотелось утружать господина генералису. Нет уж, дорогой, ты, пожалуйста, меня сам утрудись, а то я тебя огорчу до невозможности. Заметьте! Вы заставили меня, нас, вас и меня окунуться в жестокие дебри быта джунгера. Помните, как у Шекспира? Мы с тобой одной крови, крикнул Маугли и выстрелил тёмно. Слышишь ты, если я тебя сейчас пристрелю, мне за это ничего не будет. Ну что ж, тогда я расскажу вам драму «Как уходит любовь». Сейчас я сделаю свежее дыхание и начнём. Так значит тебе всё равно, что у твоей жены вырвали половину волос, а этот развратник мурчик пытался лишить детственности нашу любимицу Мэри. Так воскликнула Любашка от стенки газовую плиту. И что, она вот этой плитой ударила вас? Сейчас! Сколько лет на этой работе. Вслед за мурчиком я в динамовских трусах и с криком милосейная уда «Динамо пасть порву» щучкой сиганул в окно. И попал в толпу спартаковских болельщиков, удружённых, прогрежем своей команды. Дальше? А дальше всё. Свет погас. А когда свет появился, я вон же в вашем комфортабельном обезьяннике с решётками на окнах. Всё. Эта майка у тебя откуда взялась? А я не знаю. Я пытался её снять, но, видимо, ребята приклеили. Я отодрёж. Хороший цемент, между прочим. Это всё? Нет, Тимцов. Прошу призвать к ответу мою жену Тася за издевательство над мужем. Водки вернуть под полбутылки вывезть в унитаз. Или вернуть деньгами. 127 рублей 12 копеек. Ну а ты, если ты настоящий мужик, ты обязан меня похмелить. Да ты что? Да? Ну пойдём. Там, наверное, уже поляну в обезьяннике накрыли. Гонишь. Гадом буду. Пойдём. Только рюкка водки над станет. Пойдём. Я тебя сейчас опохмелю. Я тебя опохмелю сейчас. Я тебя...